Блок книга «Осминог» Бессмертный полк на японском фронте Память народная, к 70-летию победы над Японией Август 27е, 2015 Автор, Андрей Девятов 9 мая 2015 года на Красной площади в Москве состоялся парад войск Во знаменовании 70-летия победы Красной армии Союза СССР над фашистской Германией Союзники по антигитлеровской коалиции победу празднуют 8 мая Неожиданным для либеральной России демократического выбора стало воистину всенародное шествие Вслед за парадом, благодарных потомков, бессмертного полка, воинов поколения победителей Великой Отечественной войны советского народа Прохождение полка памяти на Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин Чем в глазах народа связал себя с поколением большевиков-победителей А не с нынешним поколением либералов-реформаторов советского строя 3 сентября 2015 года на площади Тяньаньмэн в Пекине состоится парад войск Во знаменовании победы Патриотического единого фронта китайских националистов и китайских коммунистов В войне сопротивления японским захвачекам Поскольку император Японии Хирохита объявила безоговорочной капитуляцией 14 августа 45 года в США и Великобритании День победы над Японией во Второй мировой войне празднует 15 августа Решению императора Японии капитулировать предшествовала Потсдамская декларация США, Британии и Китая от 28 июля 45 года с требованием сложить оружие и открытой угрозой Опустошение страны, в случае отказа Япония требования о капитуляции отвергла Тогда 6 августа 45 года США провели атомную бомбардировку Га-Хиросима После чего 8 августа 45 года СССР присоединился к Потсдамской декларации Основные боевые действия Красной армии против Японии продолжались с 0.9 по 24.08.45 Г Формальный акт о капитуляции Японии перед союзными армиями, во главе с США, был подписан 2 сентября 45 года на борту американского линкара в Токийском заливе Поэтому на советской медали, за победу над Японией, стоит дата 03 сентября Точка капитуляция же Японской империи перед Китайской республикой Под управлением националистической партии Гаминьдан Состоялась 9 сентября 45 года в Нанкине Тем не менее Китайская Народная Республика, дабы не связывать победу с именем Чан Кайши, парад 70-летия победы над Японией проводит в Пекине 3 сентября 2015 года Президент РФ Путин в точках примет участие в торжествах 3 сентября 2015 года в Пекине Примечательным фактом на фоне подготовки визита Путина в Пекин было упоминание 14 августа 2015 года на государственном канале Российское телевидение, РТР, от 70 дефис лития подписания в Москве советско-китайского договора о дружбе и союзе сроком на 30 лет, получившим в истории название Пакт Сталин-Чан Кайши По договору СССР получал в аренду на 30 лет, Порт-Артур, Люишунь, Дальний, Долянь, и все права на управление бывшей КВЖД со всеми шахтами и заводами в зоне отчуждения Плюс, Китайская Республика признавала внешнюю Монголию, МНР, как независимое государство А СССР обещал не вмешиваться во внутренние дела Китая, не поддерживать КПК Важнейшим пунктом договора о дружбе и союзе было обязательство вести войну против Японии до окончательной победы и не заключать без взаимного согласия перемирия или мирного договора с японской стороной Как известно, ни СССР, ни его правоприемник либеральная Россия мирного договора с Японией, по причине территориальных споров, до сих пор не имеет Территориальные споры остаются и в отношениях КНР с Японией И именно это наследие Второй мировой войны сближает либеральную Россию 1991 года рождения с Китайской Народной Республикой 1949 года в их текущей политике, стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства Если же задаться вопросом о том, какие цели преследует стратегическое взаимодействие добрых соседей РФ и КНР То ответ очевиден, это согласование интересов возглавляемой Китаем глобализации суши Континентальный блок вокруг сердцевины земли Хартлин Дабы вместе загнать возглавляемую США глобализацию моря, куда входит и Япония, на одинокий остров Однако всенародная поддержка искреннего стратегического взаимодействия добрых соседей РФ и КНР в делах Тихоокеанской зоны требует сакрального действия, подобного народной памяти, бессмертный полк Такое действие президент Путин в точках мог бы совершить внезапным посещением в Китае воинского кладбища в Порт-Артуре, Люишуне, где покоится дух русских и советских солдат Погибших в войне с Японией в 1904-1905 ГГ. в 1945 году, а также летчиков, сталинских соколов Погибших в войне от пароамериканских агреоров в Корее в 1950-1953 года Если бы президент Путин в сопровождении своего наместника на Дальнем Востоке Трутнева в дни 70-летия празднования победы над Японией посетил бы русско-советский военный мемориал в Порт-Артуре, Люишуне То это символическое действие без всяких пропагандистских убеждений Стало бы в глазах народа подтверждением верности российской власти делу великих предков и основанием надежды народа на торжество исторической правды А если бы оба лидера и Путин и Си Цзиньпин в дни праздника победы вместе пришли бы к Белому обелиску советско-китайской дружбы перед музеем истории в Люишуне То все народы Евразии и Китая восприняли бы это символическое действие как обретение духа победы По ценности примерно такое же как посещение Сталиным и Мао Цзэдуном в Золии Ленина в феврале 1950-г Есть небо и есть политика Даже если на праздновании 70-летия окончания Второй мировой войны 0304.09.15 в Пекине ничего их предложенного выше не произойдет Ценности гуманитарной сферы отношений, веры и надежд, между нашими народами незападных цивилизаций в период начавшейся второй, штормовой волны, кризиса индустриального общества Запада Все равно одолеют сугубо прагматичные интересы выгоды государственных отношений де-факто синей либеральной России и красного коммунистического Китая Поэтому вопрос получения властью, мандата неба, так или иначе принудит перевести российско-китайские отношения с основания материальных интересов на основание духовных ценностей А если, мандата неба, нет, то правители приходят и бесславно уходят Академия управления развитием Институт небополитики По поручению Московской концептуальной группы Андрей Петрович Девятов, полковник Но 426 от 27 августа 15 года Академия управления развитием Институт небополитики